Добрый день! Мы рады вас приветствовать в Центре Авангарда в Еврейском музее. И сегодня у нас состоится вторая лекция из цикла «Ле Корбюзи. Архитектор книги». Это цикл, который приурочен к выставке, которая сейчас у нас проходит здесь в музее. Я думаю, что после лекции, если вы не были, еще можно будет туда пройти. И сегодня, так же как и в прошлый раз, лекцию прочитает Борис Фридман, он коллекционер, коллекционер книги художника и куратор той выставки, которая сейчас как раз у нас проходит. И действительно, это человек, который знает об этих книгах не понаслышке, а вот даже своими руками к ним прикасался. Трогал, трогал, не больше того. Так, добрый день всем. Сегодня больше людей, чем в прошлый раз собралось. Это приятно. Значит, мы сегодня давайте побеседуем. Там название лекции очень громкое. Судя по названию, я должен был читать какой-нибудь профессор из Института искусствознания. Я таковым не являюсь. В этом плане у меня очень выигрышная позиция. Что будет плохо, я могу всегда говорить, что это не моя профессия. Вот поэтому вы меня не осуждаете. Значит, тем не менее, сегодня у нас тема лекции немножко, если в прошлый раз она была посвящена полностью выставке, полностью той книге, которая экспонируется в стенах. Выставка на самом деле совершенно уникальная. И я вот очень советую знакомым, друзьям сказать, рекомендовать посетить ее. Потому как такая выставка проходит, ну, у нас-то просто впервые, но это довольно редкое явление, где бы она ни была. Это впервые совершенно уникальные книги гениального архитектора Ле Корбюзье посвящена полностью экспозиции. Полностью построена под него. Это, конечно, спасибо музею, потому как это очень редкий случай такого отношения вот к экспонируемому материалу. Но сегодня немножечко о другом, вернее, о более общем предмете. Давайте поговорим вообще о книге художника. Что это такое? Почему так названа лекция, что книга художника — это фактически отражение истории, развития, графики, графического искусства XX века? Вроде это громкое заявление, но я с ним абсолютно согласен. Значит, давайте мы, да, сразу давайте договоримся, что если по ходу есть вопросы, просьба не откладывать их вот в конце, потому что к концу все, наверное, уже устанете и забудете их. Вы задавайте их сразу. Вот прерывайте меня, поднимайте руку и сразу спрашивайте вот именно в том месте, о котором будем говорить. Так удобнее и вам, и мне удобнее. И вы тогда будете от меня слышать то, что хотите услышать, а не просто то, что я хочу рассказать. Вот. Значит, книга художника. Прежде всего, давайте обратимся к истокам. Ну, правда, кто был на осенней выставке в Манеже, которая была посвящена как раз истории появления книги художника, мы сейчас скажем дальше подробнее, что это такое, потому что понятие книга художника, это, ну, воспринимается у нас не совсем так, как это понимается вообще в искусстве и в западном искусстве. Значит, родоначальникам этого движения, как бы, это абсолютно самостоятельное, во-первых, направление в искусстве. Это можно совершенно твердо сегодня говорить. Это также наравне с, скажем, имплессионизмом, футуризмом, чем угодно, с супрематизмом, фавизмом, чем угодно. Это такое же самостоятельное направление в искусстве XX века, которое называется «Livre d'Artiste» — французский перевод на русский язык книга художника. И я все время повторяю, что вот зря мы на русский язык перезделали перевод этого слова и произносим это явление, называем «книга художника». Правильнее было бы, отсюда и путаница очень большая, правильнее было бы оставить так, как есть, назвать, например, «Livre d'Artiste». И все бы мы привыкли и спокойно бы понимали так, как это адекватно понимается во всем мире. Значит, родилось это все вот как бы источник немножечко такой необычный, я бы сказал, даже не характерный для развития такого нового направления в искусстве. Родилось вот на этой улице в Париже, это улица Лафит, это конец XIX века. На этой улице свою галерею открывает Амбруаз Валар. Амбруаз Валар это был, это такая абсолютно легендарная личность прошлого века, оказавшая огромное влияние на развитие искусства в прошлом веке. Наверное, даже не до конца это еще оценено. Он приезжает в Париж с островов в океане и открывает галерею и начинает заниматься, ну там прошлое было у него, там пытался стать финансистом, в конце концов открывает галерею на этой улице и начинает заниматься торговлей картинами. Вот это тот самый Амбруаз Валар. Очень быстро он, это необыкновенно предприимчивый, необыкновенно хваткий, умный, бескомпромиссный в своем бизнесе, именно в бизнесе человек был. В скорости он очень быстро понимает, что просто торговать картинами, живописными работами, сделанными в единичных экземплярах, довольно сложно. В том плане, что, ну по сегодняшними словами, трудно обеспечить маркетинг их. Тогда он, наверное, таких слов не произносил. Работа существует в одном экземпляре, стоит в галерее, значит, чтобы ее приобрести, нужно туда прийти или где-то выставить. И он придумывает такой ход, он начинает издавать папки, тиражные папки литографские с работами своих художников. С кем он работал? Смешанные папки, там и банары, это Луз Латрек. Литография – это тиражная техника. Значит, он берет их работы, они делают ему эти литографские работы, делают отиски, и их работы уже получаются тиражными. То есть, большее количество людей узнает об этих художниках, об их работах. Следующая идея, которая, собственно говоря, и стала источником появления вот этого направления, леврид артист, он, ну, там, в своих воспоминаниях он это описывает так красиво, как некую такую историю, так было или нет, неизвестно, но он понимает, обнаруживает для себя, что очень удобной формой, именно формой для распространения имиджей, картинок своих художников является книга. Это, вот, действительно, его находка, казалось бы, ну, простая и понятная, но вроде бы существовала, иллюстрированная книга давно существовала, но он ее рассматривает теперь не как иллюстрированную книгу, а как объект для показа работ своих художников. Вот это очень принципиальный момент. И он в 900 году издает первую книгу с своим художником, одними своих художниками, с кем он много тогда работал, Пьер Бонар, издает первую книгу параллельно. Это поэма Верлена, которую, ну, с которой там был некий, тоже такая скандальная немножко история. Это поэма о лесбиянках, очень красивая, и он заказывает Бонару цикл иллюстраций литографских, и Бонар изготавливает большое количество литографий для этого издания. И Бонар издает эту книгу совершенно особым образом. Вот не надо обращать внимание на это издание, это уже переплетенный вариант этой книги. Это не совсем оригинально, как она была сделана, изображение оригинальное, а вот переплета в оригинале не было. Он издает ее, задавая фактически стандарт, стандарт, который прижился на протяжении всего XX века. Стандарт оформления вот такого рода изданий, «Ливридортизм». В чем он заключался? Я покажу это на примере другого издания. Вот это другая книжка Дирена, «Сатирикон». Значит, как оформлялись эти книги, фактически начиная с Валара. Прежде всего, отсюда и определение, что такое «Ливридортизм», чем она отличается, «Ливридортизм», чем отличается просто от иллюстрированной книги. Принципиальное отличие, что все изображения являются оригинальной печатной графикой. Это обязательные условия. То есть или литография, или афорт, или ксилография. Ну, или разновидность, скажем, афорта. То есть это ни в коем разе не оффсетная печать, не полиграфия. Для этих изданий выбираются особые сорта бумаги. Хорошая, качественная бумага. Следующая особенность – они практически никогда не переплетаются. никогда не переплетаются. Они складываются в блок отдельными листами или текст, сложенный надвое такой тетрадкой. Значит, никогда не переплетаются. Складываются они вот в такой футляр, который, вот видите, внутри находится, собственно говоря, вот этот блок листов, среди которых находятся иллюстрации, афорты, литографии. Далее обложка внутри и твердая обложка, которая, собственно, обеспечивает сохранность книги. И все это вставляется в футляр. Вот в такой футляр. Эта обложка даже носит свое название. Чимис. Это довольно такой типичный, типовой вариант оформления книг художника. Подавляющее большинство изданий так оформлено. Иногда вместо футляра делается коробка. Там дальше будет одна из книг, так выполненная. Далее мы увидим. Эти издания подписываются в конце, обязательно подписываются художникам. Если здравствует автор, то и авторам. Иногда издателям. Тиражи колеблются в пределах от где-то 50 экземпляров до 300 с небольшим. Вот, собственно говоря, определение жанра вот этого. Какое издание можно, если оно отвечает набору вот этих требований, то его можно относить к категории ливридортизм. Особенностью, начиная с Валара, являлась то, что иллюстрациями занимались не иллюстраторы, не профессиональные иллюстраторы, а художники-живописцы. То есть это были художники, у которых основная деятельность была живопись, графика. В то же время они делали работы вот для таких изданий. Значит, с его легкой руки и это направление получило очень большое развитие в прошлом веке. Там есть, наверное, скорее всего, объяснение, почему так произошло. Занимались этим все. Все первые художники, первые скульпторы, даже архитекторы, видите, вот здесь выставка 20 века. Все. Вы практически не назовете мне ни одно имя, почти единицы, которые не создавали работы вот в этом жанре. И еще раз подчеркиваю, основное, для чего это делалось, не для того, чтобы книгу прочитать, не для того, чтобы показать текст, а для того, чтобы показать работы художника. Работы художника. Это, то есть, книжная форма, как это не обидно, может быть, автору текста, он использовался просто как остов, как вот то, то, с помощью чего представлялись работы художника. Я вот не знаю, насколько удобно уже в таком количестве привести. Привожу иногда такой пример, вот чтобы окончательно понять смысл вот этих изданий, немножко вульгарный, но очень, на мой взгляд, кажется точный. Это как на подиуме модель демонстрирует одежду. Вот модель должна быть, она должна отвечать там каким-то требованиям, но главное – это одежда. То, что она показывает. Вот то же самое здесь. Вот роль модели выполняет текст. Текст. Для того, чтобы показать работы художника. Вот это, что касается понятия вот этого. Я на нем подробнее остановился, потому как это довольно важно, очень часто это путается. Особенно, когда мы слышим в русском языке слова «книга художника», то для нас все становится по-другому, потому что мы прекрасно с вами знаем, что такое книга, понимаем, кто такой художник. И когда совмещаем эти два понятия на русском языке «книга художника», то любая книга, любая иллюстрированная книга, как бы это и есть книга художника. Значит, по каким критериям находили текст? Ну, наверное, это больше все-таки вопрос к издателям. А вот я думаю, что каждый автор согласился бы иметь свою работу, с которой иллюстрации, которые сделаны Шагалом, Пикассо, Миро, Дали. Я думаю, что здесь, я думаю, проблемы не было. Очень часто выбирались классические тексты, где не надо было спрашивать разрешение автора. В частности, вот, пожалуйста, Сатирикон, Библия, та же Одиссея. Вот сейчас проходит выставка в манеже Одиссея разных иллюстрированных художниками. Тоже книга художника, кстати. Ну, вот, собственно говоря, что касается определения этого. Я на нем специально, еще раз говорю, остановился, потому как это нужно отделить. Нужно отделить как самостоятельное направление в искусстве, которое, вообще говоря, завершилось где-то, наверное, в 80-х годах. Завершилось – это не значит, что больше таких работ не делают. Работ делают. Но оно завершилось как направление, так же, как, скажем, импрессионизм. Вот мы говорим импрессионизм, сразу понимаем определенный отрезок времени и определенные имена. То же самое и здесь. Хотя работаю в стиле импрессионизма и сегодня можно увидеть, современные художники делают, но под понятием импрессионизм понимается определенное движение, определенное направление. Последним, наверное, все-таки, вот, наверное, мучает вопрос, ну, почему же все-таки, почему оно возникло? Все-таки был еще один очень важный аргумент, почему это произошло. Это произошло, все вот это направление произошло потому, что в начале прошлого века создалась совершенно уникальная ситуация. вообще в истории искусства, я думаю, она единожды произошла и, наверное, больше никогда не повторится. Когда в одном городе, в одном городе, буквально в одном городе, даже практически не в одной стране, а в одном городе, в Париже, в одно время собрались гениальные художники, гениальные поэты, гениальные писатели, гениальные издатели, а издатели были наравне с ними. Имя Валара, имя других издателей, которые следовали за ним, Конвейлер, Скира и другие, это были их же уровня люди. Вот они все собрались в одном месте, они сидели в одних кафе и они все дружили. И многие издания, это были результаты их совместной работы. Вот сейчас мы дальше посмотрим, например, работы Ильи Зданевича, другого, очень крупного, Ильи Зданевича, представить себе, иммигрант из России, из Грузии, в 2020 году приезжает, сейчас мы посмотрим тоже его издание, приезжает в Париж и его друзьями становятся Пикассо, Миро, и он делает с ними книги, они вместе собираются, они вместе думают, шагал. Это удивительное время, удивительная ситуация и вот что произошло, скорее всего, вот эти издания, вот эти книги, это был выход их совместной энергии. Вот им хотелось вместе что-то делать. Они каждый занимались своими, там, издатель занимался своим, художник своим, поэт своим, а потом они собирались вместе и говорили, вот давайте сделаем вместе, вот вместе работу. Именно это и происходило, именно это и происходило. Илюар здесь же, они издают Илюара с иллюстрациями Пикассо, делает Зданевич. Это сейчас уже для нас какие-то отдаленные имена, это люди, которые вместе ходили, жили вместе, пили, отдыхали. Вот это было очень сильной основой для существования этого движения. И завершилось оно как направление в искусстве в основном с уходом вот этой плеяды людей. Где-то к 80-му году, к сожалению, постепенно из жизни уходят и издатели, и писатели эти, и художники. Я просто хочу пройти вот по разным изданиям и в конце, чтобы у вас сложилось впечатление, что действительно в этих изданиях сосредоточена история искусства, графического искусства 20-го века. Вот, например, еще одна легендарная фигура прошлого века Анри Конвейлер. Фигура аналогичная Валару. Он, собственно, где-то лет на 7 после него начал заниматься тем же, создал свою галерею. Причем это были не просто издатели, и Валар, и Конвейлер. У них великолепные работы по монографии. Валаром написана первая монография о Сезане, первая монография о Ренуаре, написана Валаром, вот этим дилером, торговцем. Конвейлер, Конвейлер, это человек, который, который фактически был идеологом формирования кубизма. Вот, казалось бы, казалось бы, кубизм, мы знаем имена Пикассо, мы знаем имена Брака, вот Конвейлер написал первый теоретический труд по кубизму. Кстати, вот это «Ракушки-две» это знак его издательства. Это знак издательства ВТХК, Хенри Конвейлер. Это единственное издание, где он выступает под своим именем. У него была очень сложная судьба, очень сложная судьба. Он эмигрировал во Францию из Германии, евреи по национальности. Он страдал, когда в Первую мировую войну вошли немцы. Он страдал во Франции, потом началась Вторая мировая война. Он создал три галереи за всю жизнь, все не под своим именем. Это единственное издание, которое вышло под его именем. Издание легендарное, абсолютно. Фактически, с этого издания это работы Пикассо. Фактически, это первые, первые работы, работы Пикассо в кубизме. Вот это одни из первых. Они были в книге. Они были в книге. Вот с этого началось. Конвейлер был одним из таких провокаторов в хорошем смысле слова этого движения. Это просто вот изображение из этого величайшего сегодня издания. Вот, например, следующее издание. Видите, немножко по-другому сделанное. Уже сюрреализма. Кстати, сюрреализм тоже направление, которое зародилось в книге. вот сегодня мы говорим, когда сюрреализм, то сразу у нас у всех-то первым, конечно, возникает Дали, хотя он был далеко не первый и, пожалуй, не главный в движении сюрреализма. А вообще сюрреализм вышел из вот этой книги. Из книги художника. Это вот осенью будет в Манеже большая выставка сюрреализм в книге художника. И там вот это все будет очевидным образом показано. Потому как сюрреализм это вообще движение поэзии было. Это первыми занимались, это был круг поэтов, которые были сюрреалисты. Собственно, слово сюрреализм впервые было придумано, названо Аполлинером. Это не художники. И они пригласили иллюстрировать свои поэтические сборники художника. Вот как раз в жанре ливред артист. Как раз в стиле оригинальной печатной графики. Первый был Андре Масон, который как раз конвейлер, предыдущий издатель, о котором я говорил, он первым издавал вот эти книжки Масона с изображениями сюрреалистов. И вот тоже одно из ранних изданий Декирика, классик тоже сюрреализма, тоже это все графика, печатная графика книги. И, наконец, вот уже всеми нами знакомый нашей страной любимый Сальвадор Дали, значит, это фактически сюрреализм Дали тоже начался в книге. В 34-м году выходит вот это издание песни Мальдорора, в которой Дали делает 43 афорта. 43 афорта. И вот в тех афортах впервые, фактически впервые в творчестве Дали появляются его потом уже сильно активно эксплуатируемые образы. Вот эти часы, плавающие часы, потом вот эти подпорки, рогательные такие, которые всегда. Это все в первый раз появилось в этом издании, в этих афортах 34-го года. Она будет тоже осенью показана, эта работа на выставке сюрреализма. Вот, пожалуйста, это одна из 43 иллюстраций 34-го года. и вот это, видите, вот эти образы, которые потом очень-очень активно были использованы Дали уже в живописных его работах. Ну, это позднее издание Дали. Его, кстати, мы показывали на выставке в Пушкинском музее. Это «Алиса в стране чудес». Довольно знаменитая его книжка. Я ее здесь еще и привел потому, чтобы показать еще одну форму. Вот мы там видели футляр. Вот, собственно, тоже блок книги, но здесь он уже заключен в коробку. Такая коробка. Вот, собственно говоря, два варианта оформления этого рода изданий. Ну, вот здесь это, кстати, титульный лист Алисы в стране чудес в виде афорта выполненной. Работа 69-го года. она довольно уже поздняя. И вот такие цветные литографии. Да, вот тоже интересно. Это вот, чтобы закончить с Дали в этом жанре. Хотя он много сделал. Вообще, вот, чтобы понимать, насколько интенсивно эти художники работали в этом жанре, скажем, Шагалом сделано порядка 120 изданий. Представляете, да, цифры? Пикассо порядка 150. Миро 250 изданий. Маленькая оговорка. К этому количеству относятся издания, где не только книги, но и журнальные издания, где есть оригинальная печатная графика. Вот, например, каталог, полный каталог, полный каталог изданий Шагала. Вот таких каталогов, это такие очень, это великолепные издания, изданные в Швейцарии. Их пять было издано. Патрик Кремер, он здравствующий издатель. Это сын Джеральда Кремера, очень крупного издателя. Вот полностью том, посвященный полный перечню книг художника, созданным Шагалом. Все, все доеденные книги подробнейшим образом, со всеми изображениями, с расположением страниц, все. То есть, если, скажем, издания здесь нет, то его не существует. Вот они подробно описаны. Вот такое издание точно есть, абсолютно так же сделанное Пикассо, такой же Миро есть, Масон, и Ханс Ирни, это швейцарский художник. Вообще, по этим изданиям есть очень много литературы, самой разной. Вот, например, отдельное издание Пикассо как художник книги. Пикассо как художник книги. Отдельное издание, посвященное только книжным работам Пикассо. Это очень интересно. Это одна из страниц книги Дали. У нее есть такая книга, она показывалась. Это вот кто был в Пушкинском музее год назад на выставке испанских художников, то видели эту работу там. Это вот как, знаете, детские книжки, вот домики так вот складываются. Вот Дали сделал в книгу три вот такие работы. В книге среди страниц это книга «Десять рецептов бессмертия». Дали написал такую книгу со своим текстом. Он в отличие от нас знал рецепты бессмертия. он подробно описал десять рецептов бессмертия и вложил вот такие вот очень интересные. Она тоже показывалась на выставке. Да, вот это интересно. А, ну здесь написано, я хотел спросить, как по-вашему, кто автор этих вот изображений. Трудно предположить, что это Пабло Пикассо. Это Пикассо. Издание очень значимое, очень важное. Это в 48-м году другой очень крупный издатель вот этого рода произведений, Териад, грек, который жил в Париже, вот Териад, который издал Джаз, Матисса, который издал ту книгу, которая сейчас экспонируется здесь, Корбюзье. Это он же очень крупный, очень интересный издатель. Он в этом издании, чем оно интересно, он впервые предложил художнику напечатать текст, извините, поэту, написать поэту Риверди, автор поэмы этой, написать текст от руки, который литографским образом перенесен в книгу. И Пикассо ее разукрашивает вот такими литографскими изображениями. И книга содержит порядка 120 страниц. На каждой странице имеется тот или иной орнамент. Вот такой. Это огромная работа. Вот надо еще не забывать, когда мы говорим, что это как бы завершилось. Вот сегодня я не могу себе представить, просто не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из художников такого уровня, а это уже были все состоявшиеся имена, это не начальное творчество художников, отдали времени, это огромные затраты времени, вот сделать такое произведение, отпечатать эти листы, это нужно делать литографии, камни, а работы еще бывают цветные, это много камней, это макеты, рукописный текст литографский, это колоссальная работа, годы, годы уходили. Есть одно издание, Миро, на которое им было потрачено 15 лет, 15 лет, Адонидес, такая книга, вот, там тоже много иллюстраций, 15 лет, та книга, которая здесь экспонируется, вот в конце, Ле Корбюзье, он затратил 6 лет на создание этой книги, то есть это абсолютно такие очень сложные, очень самостоятельные произведения искусства. Ну, вот здесь я хотел бы немножечко остановиться на этом имени. Зданевич, мы его упомянули, совершенно гениальный издатель этих книг, он издал 22 книги, но каждая из них является шедевром. Он работал с Пикассо, он сделал 9 книг, причем получить иллюстрации от Пикассо это было очень непросто, очень непросто, он специально почти ни для кого не делал. Зданевич был очень дружен с ним и для него он делал 9 изданий, они сделали великолепные издания. Миро делал, Максер с ним работал, это очень интересный издатель. Вот это, вот это, первое издание, которое было Зданевичем в 41-м году, вернемся, сделано в Париже с Пикассо, это книжка Афат, она интересна тем, что она была издана в качестве текста, вот вы сказали согласны ли авторы текста, чтобы с ними так поступали. Автор текста здесь сам Зданевич, это его сонеты, 76 сонетов Зданевича, и к ним Пикассо делает совершенно потрясающие 4 афорта, 4 афорта, которые сегодня являются просто, вот эти 4 афорта, они сделаны Пикассо для этого издания, для этого издания. А, ну вот это интересно, интересно, отвлеку ваше внимание, расскажу, это как раз вот мой экземпляр, с ним было интересное приключение, собственно говоря, это книга, это вот Афат, как раз вот эта книга, когда я ее получил, то я обнаружил на титульном листе, на justification page, на странице, которая описывает тираж и подписывается, я обнаружил на ней, значит, подпись Пикассо, это нормально, это и должно было быть, обнаружил подпись Зданевича, тоже, это в порядке вещей, и дальше была некая дарственная надпись, дорогим Сереже и Мане Володя, да, внизу этот экземпляр принадлежал Зданевичу, это был один из трех экземпляров, принадлежавших Зданевичу, конечно, всегда очень любопытно расшифровывать и узнавать, кто, кому принадлежали тот или иной экземпляр, значит, было понятно, что он принадлежал Зданевичу, но потом некий Володя, значит, его где-то приобрел и по случаю подарил, значит, дорогим Сереже и Мане, написано русским по-белому, и было очень интересно, конечно, узнать, никаких догадок не было, кто эти люди, и когда мы делали, очень интересно, делали выставку в Пушкинском музее год назад, то по моей просьбе такой режисс-геро, очень крупный знаток, специалист по Зданевичу в Париже живет, он хорошо знает, много работает с фондом Зданевича, он писал статью в наш каталог, и когда он приехал в Москву, я ему показал этот экземпляр и совершенно случайно спросил, не знает ли он, кто эти люди, на что он мне твердо сказал, конечно, знаю, и он сказал, что оказывается Сережа, это Серж Фера, крупный художник, известный художник, который вышел, из России, Маня, это Елена Эттинген, почему Маня сейчас объясню, это его супруга, ну, по разным версиям, супруга, подруга, не принципиально, значит, тоже очень крупная фигура, Елена Эттинген, кстати, недавно была у нас выставка, Парижская школа в Пушкинском музее, там были ее работы, тоже, она художник, она писатель, очень крупный, она содержала салон, где проходили, куда приходили лучшие поэты, художники в Париже, А Володя, это Илья Зданевич, это Илья Зданевич, Илья Зданевич подарил этот экземпляр вот этой Четия, Сержу Фера и Елене Эттинген, естественный вопрос мой был, а почему, причем здесь Маня и Володя, оказывается, они, и он сказал это абсолютно твердо, у него даже есть письма, они, переписываясь в шутку, давали себе другие имена, и Зданевич называл Эттинген Маней, а она его в ответ Володей, почему, не знаю, и вот, и он эту книгу так и подписал Сережа и Мани Володя, то есть экземпляр оказался совершенно уникальным, мало того, что он принадлежал Зданевичу, он еще был им подарен Сержу Фера и Елене Эттинген, но потом, вот видите, видно, наследники не придавали этому значения и как-то с ним расстались. Вот такие всякие истории, это всегда очень интересно, потому как эти все экземпляры, они довольно редкие, они бывают очень, у них судьбы бывают очень интересные. А, надо было мне сразу это сделать. Есть увеличенный вариант вот этой же страницы, видите, да? Да, я зря мучил вас на той. Вот, кстати, тоже интересно, видите, как, как издавались издания, вот написано, оттиснуто, здесь, к счастью, на русском языке, как правило, это все на французском, это французская традиция, и как правило, эти книги на французском, оттиснуться на рочной монваль, четверку полулиста бумаги, кстати, очень интересно, вот эта бумага, вот эта бумага, это придумано и создано Майолем. Майоль, Майоль тоже среди, был скульпторов, который занимался книгой, Майоль тоже, Майоля, прекрасные книги были, прекрасные. И, кстати, одна из них, одно из них делал Валары, она была вот на осенней выставке. Майоль порядка 14 книг издано, очень интересных, с телографиями. И он придумал для своих книг, он придумал рецепт бумаги, которая получила вот это название, это вот на этой бумаге отпечатка. А дальше, видите, это вот так поступали, там 50 экземпляров, таких-то 6 именных, там 3 для тех, кто сотрудничал, и 2, узаконенных. Что значит узаконенных, не знаю. Обычно еще какие-то не для продажи делались. Ну вот, вот таким образом с этим изданием. Да, вот это очень интересное, очень интересное издание того же Зданевича, того же Зданевича, видите, Перасмани. Это, это тоже уникальная ситуация, абсолютно уникальная ситуация. Вы знаете, что братья Зданевичи, это были те люди, которые фактически открыли Перасмани в Тифлисе еще в те времена, до их отъезда. И были очень дружны, они были очень дружны с Перасмани. И в 14-м году Зданевич написал статью, еще находясь в Тифлисе, о Перасмани. И спустя многие годы уже в Париже, не помню какой год, но, по-моему, начало, можно посмотреть, по-моему, это уже ближе к 70-м годам. Он, да, да, это да, правильно, да, ближе к 70-м, это 73-й год, 73-й год, потому как это чуть ли не последняя подпись Пикассо. Значит, Зданевич рассказывает Пикассо о Перасмани. И он издает в память о нем перевод вот той статьи 14-го года в таком издании, вот это, собственно, эта статья. И Пикассо делает, никогда в жизни не видя, только по рассказам Зданевича, делает афорт портрет Перасмани. Представляете, как интересно, судьбы как переплетаются. Тоже мы мало с вами знаем, что у Пикассо есть портрет Перасмани. Вот так он его видел, вот по рассказам, по рассказам Зданевича, Ильи Зданевича. Вот он, собственно говоря. Ну, сейчас давайте пойдемте побыстрее, чтобы я вас не утомил. Это еще одно издание Зданевича с Миро, очень интересное. вообще Зданевич очень любил работать с шрифтами. Видите, какие вещи он делал? Строчка так, строчка горизонтальная. Очень красивая книга, в которую Миро, это единственная книга, которую он сделал с Миро в 1974 году, и через год после этого он уходит из жизни, уже умирает Зданевич. это последняя его работа. Это работа Миро в эту книжку. Ну, это быстрее пройдем, это еще одно издание, очень красивая книга, по-другому сделанная, литографии Миро, большая, очень красивое издание, более позднее. Видите, абсолютно станковые работы, помещенные в книжку. Значит, скульпторы занимались. Вот работа Альберта Джакометти. Джакометти, которую он делал, которую он делал вместе с Душамом. Это очень-очень редкое издание, совместная их работа, она и называется, видите, как бы двойная жизнь, сделанная Альберта Джакометти и Душамом. Очень редкое, очень интересное издание, в которое Душам сделал вот такой объект, поместил в книгу, это содержится в книге, там она движется, вот, а Джакометти сделал вот такой набор Афортов. Вообще Афорты Джакометти очень редкие. Вот такой набор Афортов находится в этом издании. Это тоже интересно. Другой скульптор Осип Цаткин тоже выходец из России делает книгу вместе с Аполлинером. Это каллиграммы Аполлинера. Вы знаете, что Аполлинер, он писал стихи, располагая их в виде объектов, в виде, которые назывались каллиграммы. Вот это вот издание, тоже очень красивое, очень интересное, в котором чередуется десять каллиграмм Аполлинера, вот таким образом сделанные, и после каждой идет афорт Осипа Цаткина. Они подписаны, это нечасто, довольно редко сами работы подписываются, обычно подписываются просто издания. Вот еще одна каллиграмма, очень красивая книга, мы ее в свое время тоже показывали в музее современного искусства на Тверском бульваре, она была. Соня Делане, Соня Делане, я просто хочу привести примеры разных изданий, чтобы у вас действительно сложилось впечатление, что через всю историю графики прошли, то есть можно проследить вот все, и это только маленькая толика, у нас просто мало времени, маленькая толика того, что реально происходило. Очень интересное издание Соня Делане, она делала очень интересные книги, вот это ее пошуары. Во-первых, тексты, посмотрите, какие великолепные наборы текста, они сами по себе являются произведениями. Это все печатается, литографские, дверасчеты, шрифты, макетируются, и пошуар это по трафаретам, раскраска по трафарету. Довольно редко это используется в книге, потому что это очень кропотливо, это надо каждый экземпляр таким образом делать. Вот ее книги в большинстве случаев сделаны вот в этой технике. Очень красивое издание. Тоже когда-нибудь очень хотелось бы сделать выставку ее работы. Ну и наконец добрались до последнего, о ком я сегодня хотел бы немножечко сказать. Это Марк Шагал, который много работал в книге и даже можно сказать, что наверное книга, вернее повод издать книгу значит был причиной его окончательного возвращения в Париж. Вы помните, что первый раз он был в Париже с 10 в 14 год, потом он приезжает в Россию в 14 году. В принципе он приезжал в Россию только на три недели забрать свою невесту из Витебска. Началась война и он задержался до 22 года. Он уже не мог уехать. Революция, он там комиссарил какое-то время в Витебске, потом был в Москве и уже хотел уехать, но было сложно и уезжает через Вильнюс, уезжает в Берлин и вообще говоря, он мог остаться в Берлине, потому что там он уже начал работать, там он начал делать свои первые афорты и вот туда он получает в Берлин письмо от Блеза Сандрара, с которым он познакомился в первый свой приезд. Приезжай в Париж, Валар хочет с тобой сделать книгу. Валар для него было, конечно, абсолютно такое знаковое имя. В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Шагал пишет, что когда он был первый раз в Париже, он проходил мимо лавки Валара, через окно видел Валара, который переставлял картины, но стеснялся войти туда. И вот представляете, в 22-м году он получает письмо, где Валар приглашает его приехать в Париж, чтобы делать книгу. Он, конечно, все бросает, мчится в Париж и Валар предлагает ему иллюстрировать русские сказки. Русские сказки, по-моему, Дуракина, автор Дуракина, графиня Дуракина, по-моему. Но это не интересовало Шагала, он предлагает, что он сделает мертвые души Гоголя. А так как мы с вами понимаем, что издателю было все равно, какой текст, тем более, что я думаю, да почти уверен, что Валар не читал мертвые души, потому как перевода на французский язык к тому времени не было. Ему было абсолютно все равно. Он, конечно, дал добро. И это совершенно потрясающая работа Марка Шагала. Он делает 96 совершенно великолепных афортов. Вот на последней выставке, как раз в Манеже, часть из них были показаны. Их, правда, немножко судьба непростая была у этих афортов. Весь тираж, который был отпечатан, Валар убирает на склады, книгу не издает. Книгу не издает. Правда, в 27-м году Шагал подарил Третьяковской галерее полный комплект афортов. Все 96 афортов со своей дарственной надписью «Моя Третьяковская галерея», «Моя любимая Третьяковская галерея», что-то такое русского художника. Но в Третьяковской галереи нету книги. Там есть только набор афортов, потому что в то время книга не была издана. А книга была издана уже позже тем же Тириадом в 48-м году. Это честно, полудетективная история, как она пережила, как убранные на склад 96 афортов, отпечатанные в количестве 386 экземпляров. Представляете, тираж, объем бумаги. Как это все пережило войну, как это все в 39-м году Валар погиб. И все это осталось на складе лежать у него. И вообще судьба его наследия очень непростая. Но иллюстрации афорты Шагала счастливо пережили. Это время попали к Тириаду и в 48-м году он издает двумя томами роскошное издание, переводит на французский язык «Мертвые души» и двумя томами издает полностью это издание, в котором располагаются все 96 афортов Шагала. Кстати, такая же судьба Валар, убрав на склад «Мертвые души», тут же заказывает Шагалу сделать басни Лафонтена. Шагал делает 100 афортов к басням Лафонтена и их ждет та же судьба. Валар их тоже убирает на склад и заказывает ему Библию. И он делает блестящую совершенно работу. Вот это тоже мечта показать когда-нибудь полностью эту Библию. Он делает эту Библию, но он не успевает до конца. В 39-м году погибает Валар и все третьи издания, все третьи наборы листов доживают до Тириада. И Тириада уже издает все три книги. Они все изданы. И Лафонтен, «Мертвые души», потом Лафонтен в 52-м году и в 56-м Библия. Вот это вот имиджи из наших любимых «Мертвых душ» Гоголя в прочтении Шагала. Почему он не издавал? Вы знаете, несколько книг постигла такая судьба, не только Шагала. Трудно объяснить почему. Нигде, нигде ни в воспоминаниях ничьих, ни Валара, ни других об этом ничего не говорится. Я думаю, это не только это. Ну, одна из причин, наверное, одна могла быть из причин, переводить надо было. Не было текста. Не было текста. Наверное, это просто откладывалось. Хотя это не очень убедительно, наверное, потому как следом был Лафонтен басни, чьи тексты были. Тем не менее, он с ними поступил так же. Кстати, также «Сатирикон» Дерена тоже самое было издан позже. Значит, всего Шагалу вот в каталоге изданном вот как раз в выставке нашей Валаровской там 40, 41 издание Шагала, а при жизни издано 30. То есть порядка вот 11 изданий им отпечатаны изображения, а изданы они потом. Почему так происходило, не знаю, можно только догадываться. Во всяком случае, точных объяснений этому документальных просто нет. А, ну вот последнее, все, больше не буду мучить, это более позднее издание, тоже Шагала, замечательная совершенно книжка. Луи Арагон написал книгу, полностью посвященную Шагалу. Полностью посвященную Шагалу. Стихи, она, но она хороша, хороша имиджами Шагала, это такая антология как бы того всего, что он делал. Там очень много цветной афорт, довольно сложный цветной афорт, и несмотря на то, что издание позднее, Шагал вернулся к тем своим любимым имиджам, которые, в общем-то, характерны были больше для 20-х годов, для его российского периода, наиболее ценного. И это издание является такой некой как бы антологией его образов. Он его так и делал. Он его так и делал. Вот. И там завершается, вот просто я показать, все эти издания, я вам говорил, подписываются обязательно. Вот последняя страница тоже, тоже сказано, какой тираж, каких экземпляров, сколько, видите, вот делали, например, 25 экземпляров, печатали на другой бумаге, на японской бумаге, остальные были на обычной, на другой, ну необычной, на другой бумаге. Какой-то часть тиража печаталась, даже не определено, ведь сказано, просто часть тиража печаталась не для продажи, раздавалась, раздавалась тем, кто вносил средства на издание, все экземпляры нумеровались и подписывались, в частности, подпись Арагона и Марка Шагала. Ну, давайте, не будем, это можно бесконечно смотреть, бесконечно рассматривать, потому как, как я сказал, изданий существует огромное количество, потому как занимались этим все, все, в самых разных жанрах, в самых разных направлениях, прекрасные книги у Макса Эрнста, прекрасные книги Дебуфе, ну, это без конца можно говорить, и выставок можно придумывать самых разных, в самом любом разрезе. ну, то, что сейчас мы пытаемся делать, в частности, если кто не был, приглашаю, ну, кроме этой выставки здесь, это надо просто пройти противоположную часть здания, в Манеже сейчас открыта выставка, до конца июня она будет, называется Одиссеи, это другой подход, взято произведение, одно произведение, Одиссея, Гомера, и показано, как его делали разные художники, четыре художника в разное время, а там выбраны это Одиссея, сделанная Марком Шагалом, два больших тома, Масоном, Матисом и Хансом Эрни, швейцарским художником, очень симпатичная, на мой взгляд, получилась выставка. Ну, вот, наверное, что я хотел сказать, рассказать, вот, хотелось бы, чтобы у вас действительно складывалось впечатление о том, что вот это направление такое мощное и проходящее через вот весь 20-й век, через все направления есть книги самые разные, мы упомянули и сюрреализм, и футуризм, и просто реалистические такие очень изображения, скульпторы работали, художники, архитекторы, то есть, можно твердо говорить, что ливридортизм это абсолютно самостоятельное направление в искусстве 20-го века. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. А можно я тогда спрошу, какая первая книга попала в вашу коллекцию? Это вопрос, у меня есть целый ряд вопросов, на которые у меня заготовлены уже штампованные ответы, я уже даже сам не верю, что это так было на самом деле. На самом деле первая книга была действительно «Мертвые души» Шагала, причем тогда я совершенно не думал заниматься собирательством книг, я иллюстрированную книгу собирал больше, отечественную, меня это все интересовало, но мне очень хотелось иметь «Мертвые души» Шагала, я как-то встретил ее на выставке, и когда наконец эта бредовая идея была реализована, получилась, то дальше я понял, что это то, где сосредоточено все, в этих изданиях срочно все, сосредоточено абсолютно все, это и книга, это и высочайшее искусство, это интересно, это понятно, это описано, то есть это очень понятно, чем заниматься, и вот с того времени я практически себе во всем отказал в пользу вот этих вот изданий. Спасибо. Второй любимый вопрос, который задают, какая ваша любимая книга? Не задаете? Тогда не буду отвечать. Да, почему же ответьте. Да нет, я шучу. На самом деле не может быть любимой книги. Любимый человек может быть, а любимой книги, наверное, все-таки не может быть. Это как дети у вас, вот если в семье там несколько детей, у вас есть любимый ребенок? Наверное, нет. Наверное, все дорогие, все любимые. Вот это то же самое. Они просто все интересные, они все важны. Другое дело, что я понимаю, что, например, одно издание более значимо, другое менее значимо. Одно первостепенно, второе второстепенно. Там, с таким-то набором там подписей, как в книге Зданевича, конечно, бесценное, это уникальное издание. Я это понимаю, но, но не более того. У меня они, естественно, дорогие и интересны все. Пожалуйста. Да, 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 конечно. Значит, вообще судьба их в какой-то степени дальнейшая не очень понятна. Дело в том, дело в том, что, да, появляются они, безусловно, на аукционах, конечно. В книжных магазинах они практически не, в Париже они бывают, но практически нет. Очень хорошие экземпляры не лежат в книжных магазинах, просто они туда не попадают. Они действительно попадают на аукционах, хотя это тоже не просто, потому как это кот в мешке, ты не знаешь, что ты покупаешь, а книга это сложный очень объект. Там должны быть все страницы, все должно быть на месте, ничего не помято, никакой болезни бумаги, что довольно распространено. Бумага заболевает, там желтые пятна появляются, лиси пятна и другое. Она должна быть в хорошем состоянии, без изъянов. Поэтому это, ну, приобретение этих книг это такой непростой, непростой процесс, на аукционах, но есть с ними одна проблема довольно серьезная. Вообще, раньше всегда, да и сейчас еще пока, это два разных мира существует. Есть мир как бы библиофилов, вот, ну, библиофилы все-таки не совсем, скажем, вот, собирателей вот этих книг, более книжных людей. И есть такое понятие дилеры, которые занимаются уже искусством, торгуют картинами и прочим. И это вообще, говорят, два параллельных мира, они не соотносятся. Но во времени происходило так, что вот эти дилеры оттуда как бы ныряли вниз и из этих изданий брали отдельные листы, заключали в рамы и продавали в своих галерее. И, к сожалению, этот процесс по экспоненте набирает силу. Сейчас. Если вы сейчас пройдете по зарубежным галереям, крупнейшим, самым авторитетным в Париже, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, где угодно, то из графики, я думаю, минимум 20-30 процентов то, что вы увидите на стенах, это листы из этих книг. Не-не-нет. То, что он делал отдельные изображения, это отдельно, это Бог с ним, он делал и делал. А это делали книгу. И если вы из книги вынули один листок и продали, этой книги уже не существует. Обязательно. Все перенумеровано, подписано, каталогизировано. Каждый экземпляр. И если вы из этой книги, вот из этого конкретного экземпляра уберете один листик, ну, меня она больше интересовать не будет. И любого другого собирателя. Несмотря на то, что остальные там 50 в ней лежат. Это все равно, что вы возьмете картину, отрежете от нее уголок и скажете, ну, какая разница, остальная часть-то есть. Это то же самое. Это цельное произведение. И, к сожалению, этот процесс происходит. Происходит, потому что галеристы активно, я подчеркиваю, активно, сегодня просто уже охотятся за этими книгами, потому что продав несколько листов, они продают листы гораздо дороже, чем они стоят, если поделить в книге. Гораздо дороже. То есть продав несколько листов, они окупают все издание. Поэтому, то есть те тиражи, которые написаны, вот скажем, здесь написано, 205 экземпляров вот этой книги. Я даю вам стопроцентную гарантию, что сегодня существует максимум половина. Максимум половина этого тиража, которое осталось в музеях, у собирателей, где-то в семьях, не знаю. Остальная часть вот так разобрана и распродана по отдельности. Это непонятно, чем это завершится, но ничем страшным не завершится. К сожалению, из-за этого растут вот цены и добывать, как бы находить экземпляры полные довольно становится сложно. Пожалуйста. Конечно, конечно, конечно. Конечно, издают, но очень мало. Очень мало. Значит, в силу трудоемкости процесса. Это очень трудоемкий процесс. И первые имена этим практически не занимаются. Ну, возьмите, скажем, нашу с вами легенду Илью Кабакова. Когда он был не сильно состоятельным здесь в России, он прекрасно занимался иллюстрированием книг, просто детских книг и делал блестящие книжки. Он сделал около ста детских книг, между прочим. Причем великолепно. Подойдите вы сегодня к Кабакову и попросите сделать книгу художника вот такую. Это не получится, потому что это надо очень много времени, а результат не будет стоить по стоимости столько, сколько он за это время создаст что-нибудь другое. Поэтому этим занимаются, занимаются, но очень мало. Это не значит, что этим не занимаются. Занимаются, но... Да, книги стоили очень мало. Я вам больше скажу. Мертвые души Шагала, когда они вышли в 1948 году, Шагал был известный художник. В 1948 году это уже абсолютно состоявшееся имя, прошедшее Америку и прочее. Так вот, мертвые души его продать не могли. Они стоили очень дешево, они лежали на прилавке, продать их не могли. Более того, эти издания, многие из них вот того времени, их даже не собирали сразу. Вот тираж делали, там 200 экземпляров, но коробку, футляры, прочее, делали первые 20. Продали, еще собирали. Это, ну, просто это другое... А зачем было покупать это, когда рядом висит холст Шагала? Можно было купить холст Шагала. Это не было... Ну, печатные графики вообще было отношение, это никакое. Ну, кто к принтам, кто 30-40 лет назад, кто обращал внимание вообще на принты? Никто. Нет, 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 номера нет. Вопрос, имеет ли значение нумерация, там, первые экземпляры дороже последних. Нет, не имеет, имеет значение другое. Что, вот как здесь, например, первые 25 сделаны по-другому, сделаны на другой бумаге, или там дополнительные сюиты находятся, так часто делают, или две сюиты там на другой бумаге, или по-другому отпечатаны. А внутри одного типа номер значения не имеет. Это, это абсолютно точно. все 200, все экземпляры подписаны обязательно. Да, пожалуйста. Когда возникла традиция коллекционировать собственно книги художника? когда возникла традиция коллекционировать книгу художника? Ну, мне трудно ответить. Я думаю, что с самого начала она возникла. Как они выходили, кто-то их собирал. Если вы имеете в виду у нас в России, так ее и прочти сегодня нет. Вот. Это, кстати, тоже очередная загадка для меня. Как получилось, что вот такое мощное направление, как ливроэдортизм, мощное, известное за рубежом. За рубежом каждую неделю проходят аукционы. Проходят огромные выставки, причем проходят в крупнейших музеях в МОМе, в Помпиду. Проходят крупные выставки вот этих изданий самостоятельные, отдельные. Как получилось так, что у нас это оказалось вот где-то на обочине и неизвестным. Вроде везде уже ездим, везде все покупаем, на всех аукционах присутствуем. Не очень понимаю. Пожалуйста. А вот вы могли бы назвать наиболее ценные, наверное, с художественной точки зрения, такие издания, книги художника? Ну, вы понимаете, единицы трудно выделить. Трудно. Ну, во-первых, я бы сказал так, я бы сказал так, все издания, которым прикасалась рука Пикассо, Шагало, Миро, Дали, еще назовут Матисса и других, они все ценные. Ну, такова уже история, такова жизнь, это так сложилось. Другое дело, нравится, не нравится, там, это второй вопрос, но это так. скажем, есть, конечно же, есть рынком установленные некие понятия, с которыми не всегда, ну, скажем, я, например, согласен, вот, они немножко, немножко не то, что случайные, скажем, не все до конца объяснимо. Вот, например, взять, взять тот же джаз Матисса, вот я, например, совершенно не понимаю, не понимаю того вот безумия, того ажиотажа, который творится вокруг этого издания. По одной простой причине. Сегодня, сегодня джаз Матисса, я думаю, приобрести меньше, чем, ну, скажем, за 300-350 тысяч долларов невозможно. Невозможно. Притом, что вообще говоря, эта книга не имеет никакого отношения к Матиссу. Так, вот если строго обсуждать, потому как в этой книге литографии Матисса очень красивые, очень красивые литографии, знаете, да, видели многие, очень красивые, интересные, но Матисс не делал эти литографии. Матисс делал коллажи. Он из цветной бумаги вырезал коллажи вот этих образов и сложил их, и все. больше он ничем не занимался. а дальше издатель, кстати, тот же тереат, взял эти коллажи и отпечатал литографские. Отпечатал литографские. То есть не литографию на камне делал Матисс, а взяли коллаж и отпечатали литографские. Правда, Матисс подписал эту книгу. И все, когда говорят об этой книге, так как-то вот отводят в сторону взгляда и говорят литографии Матисса, вот молчат. А правильно так нельзя говорить. Это нужно говорить, что это литографии, выполненные по коллажам Матисса. Нормально, так нормально. Но если так сказать, то ценность ее должна быть раз в 10 меньше. Минимум раз в 10 меньше. Потому как таким образом я могу сегодня издать литографии Рафаэля. Без проблем. Я возьму любую картинку Рафаэля, сделаю литографию и покажу вам. У джаза я не помню точно, ну где-нибудь 150 экземпляров. Вот можно я тогда спрошу вопрос, который меня давно мучает. Я так понимаю, что границы этого явления четко определены коллекционерами, искусствоведами. Тем не менее, в нашей стране книгой художника называется еще отдельное явление, которое существует и тоже является предметом коллекционирования. Со времен концептуалистов это существует. Вот как вы проводите границу, и насколько вам интересны эти объекты? Вы имеете ввиду сегодняшнее издание или футуризм 20-х годов? Я имею ввиду вообще объекты, сделанные художниками, то, что сейчас тоже называется книгой художника, то, что делали ну не знаю, пригов, начиная с концептуалистов. То есть это не литографии, это совершенно другие вещи, скорее, да? Да, 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 да. Значит, вот, понимаете, вот это та самая путаница, о которой я говорил в самом начале. Это все называют книгой художника. Это все называют книгой художника. Значит, в английском языке этот термин перевели как от и сбук, но в английском языке, когда произносят от и сбук, они понимают другое, они понимают то, о чем вы говорите сейчас. А это, если они хотят говорить об этом, они произносят слово livre d'artiste. Мы же объединили все вместе, мы все назвали книгой художника, понимаете, мне приходится отвечать, например, на вопрос, а вот у нас футуризм, у нас еще это все придумали в 20-е годы, футуристы ведь делали, ну да, ну делали, великолепные книжки делали футуристы, но у них и есть свое название и свое течение, это книжки футуристов, футуристов, ну и что, ну вот футуристов, но это никак не вот это, никак не вот это, то, что сегодня делают, я знаю этих людей и с многими из них дружу, это и там и копы, и погарские, и все, они много работают, но это не livre d'artiste. Отдельные издания можно подвести и под это тоже, если подходить формально, да, вот текст, вот и так далее, ну хорошо, ну значит это это, понимаете, я бы, ну я бы не, вот я бы вот словом livre d'artiste оставил бы в покое вот это вот все направление и все, а дальше, ну заниматься и заниматься, чем мы занимаемся сегодня и все, и не мучиться, как это называть. Но вот эти объекты вы не собираете, или они тоже объекты? Это пройденный этап, пройденный этап, я собирал и много у меня есть этих книжек тоже, того же, гопы. У нас есть прекрасные книги, сделанные в таком же формате, ну например, там мы его уже, может имени очень знаем, такой Олег Дергачев, он уехал в Канаду, блестящий художник, у него совершенно блестящая книжка, созданная по всем канонам, при чекавке, с литографиями, просто абсолютно достойнейшая. Ну вот он сделал вот такую книгу, ну и что? Также, как я говорю, картину в стиле там супрематизма, Эдик Штемберг, пожалуйста, покойный художник, много работ делал в стиле супрематизма. Ну и что? Это не значит, что супрематизм сегодня существует как направление в искусстве. Понимаете, чтобы быть направленным в искусстве, оно должно быть новым. Что такое направление в искусстве? Это появление чего-то нового. Оно живет какое-то время и вот время, пока мы к нему привыкнем и признаем его, наверное, новым, как движение. А дальше, ну, можем работать в этом направлении, никто не мешает. Но останется оно вот тем, так же, как осталось вот все те направления, так же, как, на мой взгляд, вот живет и жанр ливред-артизм. Спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы формируете свою коллекцию вот сейчас, когда она уже достаточно обширна, да, то есть по какому принципу вы покупаете? Как, что я делаю? По какому принципу покупаете? То есть вот сейчас вот следующая покупка будет по какому принципу? То, что очень хочется. По какому принципу? Ну как, я более-менее знаю, знаю, чего, что есть, что, что еще хорошо бы приобрести. И в первую очередь, думаю о том, где взять деньги, чтобы это приобрести. И когда вот это появляется где-то, и есть возможность купить, я вот это делаю, и все. Нет, здесь трудно, какой принцип? Вот такой принцип, это же довольно случайное явление. Это не то, что все лежит на прилавке, а вот мне надо по какому-то принципу обойти этот прилавок и там взять то, что меня интересует. Допустим, у вас там не хватает какой-то книги для того, чтобы полностью сформировать коллекцию там того-то, да? По этому принципу. Или просто вам просто очень хочется, ну вот эмоционально, там какого-то чувственного, да, желания. Вот, ну, без всяких аргументов. Нет, я понимаю вопрос. Что-то вам просто захотелось. Да, вот как это происходит сейчас уже? Ну, я еще раз говорю, в принципе, эти издания довольно точно описаны, все описаны. И можно ничего не собирать и все об этом знать. Понимаете? Можно ничего не делать. Вот достаточно взять там энное количество каталогов и все себе представлять. Ну, вот более-менее стараюсь быть в курсе того, что происходит. Теперь, скажем, если появляется возможность, вот, конечно, довольно случайный процесс того, что появляется. Но сам факт приобретения, он не случайен. То есть не просто все подряд, что появляется, оно представляет интерес. Ну, так, нет. Нет, нет, такой идеи нет. Собрать все книги Пикассо такой идеи нет, тем более, что, что, ну, они не сильно равноценны. Такая идея может существовать там у инвестора, вот, которому нужно, вот, просто вложить деньги, чего-то. Вот, такой принцип можно выбирать. А, нет, конечно, нет. Нет, ну, я более-менее представляю, там, не абсолютно, вот, значимость тех или иных изданий, которых еще нет, и многие не уверены, что будут когда-нибудь их сложно просто, просто сложно, сложно найти. Поэтому говорить о какой-то целенаправленной политике здесь сложно. это как, это, это, да, это в какой-то степени, вот, как рыбная ловля. Вы сидите на берегу и ловите. Понимаете, вот, что-то попало, вы видите, нет, не то, отпустили. Вот, а это то, что, вот, это нужно. Ну, примерно так, наверное. Все? Нет вопросов больше? Спасибо большое всем. Спасибо вам большое. Приходите на выставки на наши. Спасибо.